Сегодня с вами будем говорить на тему красоты, внутренней, внешней, насколько это важно в иудаизме, насколько надо соответствовать каким-то канонам, поставленным в обществе. И, конечно же, мы с вами будем говорить сегодня про любовь. Недельная глава ВАИЦ, рада всем, кто присоединился, шалом всем. Один молодой психиатр учился около семи лет на свою профессию. Вот первый рабочий день, 5 утра, он ходит в отделение, его встречает главврач, который говорит, что он проведет его по всем палатам и познакомит с пациентами. Шалом всем. И он заходит в первую палату, и там лежит человек с таким просто убийственным криком, кричит «Рохали, рохали, рохали». Что с этим человеком не так? Он говорит, ну, а человек, который сошел с ума по поводу того, что у него была в детстве любовь неразделенная, ее звали Рохали, она не ответила ему взаимностью, и он на этом фоне сошел с ума. Ну, он пишет себе «Обсессивная, обсессивная любовь». Заходят они в другую палату, и там уже человек лежит на койке и кричит «Рохали твою маковку! Рохали, рохали, рохали!». А этот что? А это тот, кто на самом деле женился на Рохале и тоже в конце сошел с ума. Когда мы выбираем пару, естественно, в начале, если бы было так можно, но мы не знаем, подходит ли нам эта пара или нет, и на что обращать внимание, когда мы ищем свою вторую половинку. И в нашей недельной главе в АЭЦ есть одна история, я уверена, что вы ее уже рассматривали с предыдущими лекторами, но мне бы очень хотелось остановиться на каких-то вещах, которые, может быть, вы еще не слышали. Любовь Якова Рохали Леи – это очень странная история. Если бы я вам сказала, как любить нельзя, как строить отношения нельзя, как выглядеть семья должна, это все не эта история. Она не пример для подражания. И остается вопрос, зачем же тогда она проведена в нашей недельной главе, если все, что происходит в ней, совершенно не пример для того, как мы должны себя вести. Если мы говорим, что Тора от слова «ура», «послание», «воспитание», то, наверное, в этой истории кроется какое-то зерно, которое, да, идет нас чему-то научить. И до этого зерна, с Божьей помощью, я хочу с вами сегодня докопаться. Всю свою сознательную жизнь, после того, как Яков решил, что он хочет найти себе пару и готов построить семью, он бегает за Рохали. Несколько раз в Торе написано, что он ее любит, что она прекрасна в его глазах, и что дни, которые он работает за нее, они считаются как один день. Но, несмотря на это, Всевышний решает вместо Якова, что его женой будет совершенно другая женщина. Три раза на протяжении нашей индейной главы Рохаль как будто бы убегает от Якова. Первый раз, когда Яков отработал семь долгих лет. Пришел день свадьбы. Отыграли, оттанцевали, откушали. Наутро он просыпается, и вот она Лея. Всю ночь он спал и видел, что вместе с ним находится Рохаль. А Рохаль рядом вообще все это время не было, была Лея. Второй раз, когда это происходит. Когда Рохаль умирает. Яков даже после того, как отработал все это время на Рохаль, и уже понял, что сейчас пойдет жизнь, которую он так хотел, не прошло и 14 лет. Рохаль вышла замуж 22 года. В 14 лет они жили вместе. В 36 лет Рохаль умирает и не успевает насладиться жизнью вместе со своим любимым мужем. И последнее, самое трогательное, самое грустное окончание этой истории, что даже после смерти Якова они навечно не обрели покой вместе. И будут они любить друг друга и умрут в один день. Это все не о них, потому что они умерли в разный день, они похоронены в разных местах до сих пор. И вот вся эта история, когда Яков бежит за Лея, он хочет, он молится, он просит, и Всевышний как будто бы не слышит, а идет по своему накатанному сценарию и говорит, «Все, что ты хочешь, меня не интересует, в моих планах дать тебе другую жену». Насколько у нас есть свобода выбора в этом, насколько Всевышний был прав или неправ, когда он дал в жены ненавистную для Якова жену. Добрый вечер всем! У меня плохое зрение, я не вижу, что вы там пишете, потом почитаю, но я очень рада видеть, что вы приходите, продолжаете приходить на урок. Итак, вообще любовь Рахель и Якова, она очень странная. Как эта вся история происходила? Яков забирает у Исава первенство, забирает благословение, Исав приходит, видит, что брат наворотил, и хватается за голову, и я его сейчас убью. Зная, что до 15 лет этот мальчик совершил уже и убийство, и все ведомые и неведомые грехи, Яков верит, что этот человек может так поступить. Поэтому он убегает, и убегает в дом Харан к своему дяде Лавану, брату своей мамы. Там он подходит к колодцу, и он понимает, что он прибежал сюда не зря, он уже готов создать семью, и здесь он найдет у Лавана свою, с Божьей помощью, вторую половинку. Он приходит к колодцу и видит там большое скопление людей. Кто были эти люди? Это были сельскохозяйственные рабочие, которые собирались там каждое утро. Почему они там сидели? Почему они не бежали на работу? Туда все очень просто, потому что жители этого города были настолько недобропорядочные, что они сами себе не верили. И для того, чтобы из колодца воду не воровали, сами же они, они решили сделать такой патент. Они взяли огромнейший тонну массы камень, положили его наверх к колодцу и решили, что каждое утро они собираются, и только когда все собрались, они общими силами поднимают этот камень, снимают, ходят себя своих верблюдов, несут водичку жене домой и закрывают это для того, чтобы никто чужой не смог эту воду своровать. Яков подходит и говорит, скажите, пожалуйста, вы, наверное, знаете, где здесь живет Лаван? Они говорят, да, знаем, но зачем тебе искать, ходить по городу? Подожди, сейчас придет его дочка. И не успели они договорить, как Яков видит, ходит красавица дочка и Рахель, и Яков понимает, что она будет его женой. И он на таком вот воодушевлении сам берет двумя руками этот камень, поднимает, она его поет, она поет его верблюдов. Он говорит, все, будет у меня сейчас Рахель, жена. Я ее нашел. Приходит он в дом к отцу и говорит, я хочу твою дочку младшую, твою Рахель, жены. Он говорит, окей, а что у тебя есть дать? Я вижу, ты пустой, у тебя нет богатства, как у Абрама, Лезера, который пришел искать себе жену. Ты за что свадьбу будешь делать? Да, на самом деле денег у меня нету, давай я буду работать 7 лет на тебя, и потом все, что связано с свадьбой, мы поделим 50 на 50, и будем жить мы с Рахель долго и счастливо. 7 лет работает он для Рахеля, за это время они почти не общались, конечно же, потому что это все было нескробно, но что? До свадьбы Рахель подошла к нему и сказала, послушай, если ты думаешь, что ты как-то обхитришь моего отца, то я знаю, что это не произойдет. Он обязательно тебя обманет. Да ладно, сказал Яков, как он может меня обмануть, я сам его обману. На что Рахель отвечает, все, что ты знаешь про обман, мой папа учил в первом классе, уже забыл, не получится его обмануть, он обязательно захочет выйдет передо мной, мою старшую сестру, потому что не принято, что младшая дочка выходит замуж перед старшей. Ладно, говорит Яков, если ты мне не доверяешь и моим способностям обманывать, давай сделаем с тобой какой-то знак. Какой это был знак? Они взяли три основные заповеди женщины, взяли аббревиатуру и у них получилось слово Хана, где Х это Хала. Все, что связано с кашерутом, естественно, это заслуга и усилия женщины. Н это Нерод, свечи, шаббат, все праздники, как это все происходит, что видят дети в доме, это тоже на женщине. И Гэй это... Нет, секунду. Н это не Да, извините, это все, что связано с чистотой семейной жизни. И Гэй это адлокатный род, все, что связано со святостью. Хана. Значит, когда ты после свадьбы скажешь мне перед купой эти слова Хана, я буду знать, что это ты, и никто нас не обманет. Вообще, задает нашему дредцу интересную историю. Было семь лет, пока Яков работал на Рахеле. Почему папочка не отдал за эти семь лет Лею за кого-то замуж? Для того, чтобы Яков взял себе младшую без каких-либо проблем. И говорят наши мудрецы, что этот человек Лаван, он был очень нечестый. Когда он играл из себя хорошего отца, это все было бисер перед свиньями. Почему? Потому что ему было все равно на дочку. И на первую, и на вторую, и на третью он увидел, что когда пришел Яков в их город, вдруг у него пошло в бизнесе все. Он начал расти, его овцы росли, его стадо росло, его бизнесы процветали, и он понял, что это все благодаря Якову и тому, что он пришел в город. Поэтому он решил, что я Якова задержу для того, чтобы он был у меня не семь лет, а четырнадцать. Как он знал, что Яков будет работать еще и за Рахель? Все просто. Яков был однолюбом, и в конце мы это с вами тоже увидим. Итак, одевает Рахель платье, готовая выйти к гостям. И тут вырывается папа и говорит, не-не-не, дочь, снимай, быстро снимай. Вот Лея уже с прической, вот Лея уже с макияжем, давай на нее одеваем это платье, а ты сиди себе тихонечко, не смей ничего Якову рассказывать. Она снимает с себя это платье и в голове прокручивает ситуацию, что же сейчас будет. А сейчас будет стыд и крик, и то, что Лея будет вспоминать с содроганием сердца всю свою жизнь. Яков увидит, что это Лея, поднимутся крики, соберутся все жители, соседи, милиция. И все средства массовой информации напишут, что Лея киданул муж прямо в день свадьбы. И она поняла, что такому не быть. И она отдает ей свое платье, и отдает ей код, и показывает, что эта женщина самая терпеливая, самая уступчивая, самая добрая, самая-самая-самая, потому что она переступает через себя для того, чтобы уступить своей сестре. Сделали бы мы так? Нет, никто бы не сделал. Сейчас я попробую объяснить вам тоже этот поступок Эрахель. Давайте немножечко поговорим с вами вообще, что такое любовь. Ведь когда Всевышний хочет нам показать модель любви, модель семьи, она приводит нам историю Ицхака и Ривки. Почему? Потому что в этой истории написано, что Ицхак привел Ривку в дом, он женился на ней, и потом написано «Вэ-Яга-Вэа» и полюбил ее. Что учат из этой истории? То, что это на самом деле здоровые отношения, которые подразумевают, что пара сначала встречается и понимает, что они двигаются в одном направлении. У них одни цели, одна дорога. Они хотят одинаково воспитывать детей, в какие школы, кто будет работать, кто будет учиться, кто будет следить, кто будет мыть посуду. После этого свадьба. И после свадьбы, когда пара начинает притираться, не замечать грязные брошенные носки, не замечать неубранную со стола тарелку, не замечать, что его жена красавица, приходившая всегда, когда с невероятным макияжем на свидание вдруг утром может быть отечная, там, я не знаю, с семьяками под глазами и с какой-то странной гулькой. Когда пара начинает жить вместе, притираться, работать над своими какими-то качествами для того, чтобы уступить другой половинке, только тогда начинается настоящая любовь. Не так, как мы видим у нерелигиозных пар, когда самая красота у них, закипание чайника происходит до свадьбы. Они встречаются и едут, и живут уже вместе, у них уже все есть, а потом как бы свадьба, и день после свадьбы начинается бытовуха, и чайник начинает остывать, и непонятно, что изменилось после свадьбы. Можно было, если до свадьбы было все, то что тратить деньги ради штампа в паспорте? И я понимаю такие пары, потому что в иудаизме это все настолько противоположно и настолько, на мой взгляд, правильно. И вот эта модель Ицхака и Ривки, она для нас показательная, как мы должны строить отношения. Что же мы видим в нашей индейной главе про Якова? А у Якова все просто. С первых строчек у нас написано, Яков ее любит, Яков любит, потому что она красотка, потому что она Рахель, дай мне свою дочку. Он приходит в дом, и тут же он знает, кого он хочет, когда он хочет, как ее зовут и сколько ей лет. Он ее полюбил вообще до свадьбы. И теперь нашим мудрецам надо найти как-то объяснение этому всему, ведь мы можем не заглянуть в комментарии и сказать, да, ну, у Ицхака было так, у Якова так, возьму-ка я пример с Якова. Полюблю-ка я парня на свиданиях, буду страдать. И вот на фоне вот всей этой чувствительности я выйду за него замуж, а потом пойму, что самые важные вещи я не обсудила, и что самые критические моменты, они вот сейчас, вот их надо решать, а мы это не обсудили, сейчас надо кому-то ломать себя. А ломать себя в отношениях – это очень-очень страшно, потому что когда-то оно все сломает всю систему. И тогда приходят наши мудрецы и говорят, давай-ка подумаем, почему Яков полюбил ее заранее. Первое. Яков увидел знак в том, что именно Рахель подошла к колодцу, ведь могла подойти любая точка. Если они не сказали, что сейчас подойдет Рахель, имелось в виду, что каждый день к колодцу приходит какая-то из дочерей Лавана. Когда пришла Ривка, он понял, наверное, это знак. Мало того, что мою маму нашли у колодца, и моя мама говорила, что вода – это олицетворение любви, и вот все вот эти вот знаки. И именно Рахель пришла, значит, она будет моей женой, и это Всевышний мне показывает такой знак. Второе объяснение. Мудрецы говорят, что не все так просто. Яков тупо испугался. Испугался чего? Испугался в очередной раз своего брательника Исава. Он сказал, я ему третий раз не перейду дорогу. О каких разах говорится? Первый раз, когда он за дешевую, непонятно какую, чечевичную похлебку купил у него первое родство. Второе – это когда он зашел к папе, одев шубу, представившись Исавом, и забрал у него благословение. И сейчас он боялся, что он может забрать жену Исава. Как мы знаем, что Лея была женой Исава? Все очень просто. Это написано прямым текстом Тора. Когда у Ривки родилось две девочки, она позвонила своему брату Лавану и сказала, поздравь меня, две девочки. У нас еще не было фейсбука, не было постов, не было мазальтов. И он сказал, о, а у меня два мальчика. Ой, извините, у Ривки родилось два мальчика. У Лавана было две девочки. И тогда они решили, младший – младший, старший – старший. И так с детства они уже росли, и пацаны знали, что рядом с ними растут их потенциальные жены. И тогда Яков сказал, не важно, что Лея еще не замужем, не важно, что Исав еще не решился построить семью с обещанной ему девочкой, и уже у него там пять каких-то нееврейских жен. Я знаю, что моя жена – это Рахель, и я не буду переходить в очередной раз дорогу. И, в принципе, это объясняет мне один вопрос, который мучил меня на протяжении всей жизни, когда я познакомилась с этой историей со стороны Леи. Как она позволила себе стать женой мужчины, который ее не любит, который, проведя ночь с ней, говорил Рахель, 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 а в конце – Лея, что ты тут делаешь? Как она подставила себя под роль нелюбимой жены, как я знаю, что она была нелюбимой, и, опять же, в Торе написана прямым текстом – Иша Снуа. Как бы мне сложно не было перевести это предложение, оно произносится как «ненавистная жена». Она на протяжении всей жизни была ненавистной женой, и мы видим, что она называла своих детей именами, которые говорили, «Ну вот, может, сейчас Яков будет помогать мне, может, сейчас он обратит на меня внимание, вот у меня сын третий родился, и, может, Яков увидит, что у меня две руки, и на двух руках два сына, и с третьим он будет приходить пораньше с работы и помогать мне». То есть она постоянно в протяжении всей своей жизни чувствовала, что ее недолюбили, что ей не уделили внимания, и она целенаправленно на это шла, зная, что Яков пришел и любил ее сестру. Как она пошла на такое насилие до конца своих дней? И ответ кроется в том, что мы сказали с вами минуту назад в комментарии, что Яков украл у Исава и первородство, и благословение. Если мы с вами сказали, что старшая – старшая, младший – младший, то когда Яков украл первородство, он стал кем? Он стал старшим. И Лея, которая, наверное, не единочда отдыхала в Турции, она знает, что такое all-inclusive, все включено. Если ты, мой дорогой Яков, взял себе благословение первенца, взял себе все, что обещано первенцем, значит, и жена, которая обещана первенцу и старшему, переходит тебе по наследству. Вот я, твоя жена. А все, что ты привык думать, что твоя жена будет Рахель, забудь. Ты купил меня тем самым обманом, который совершил с Исавом. Но, если на каждом уроке обычно мы с вами начинаем с каких-то легких комментариев и переходим все более сложным, то сейчас я хочу сделать совершенно наоборот. Прошлые два комментария, о том, что он увидел руку Всевышнего, когда она вышла к колодце, о том, что он боялся Исава, это все наши догадки, намек, на который мы видим в Торе. Но если мы откроем Тору, что мы читаем? И полюбил Яков Рахель. Почему? Потому что она была Яфат Тор, Вейфат Море. Красивое телом и красивое лицом. То есть наш прадец Яков, вообще самый скромный, ну ладно, после Муше из людей, он не обратил внимания на ее предназначенности его, на ее праведность, не знаю, ни на что не обратил внимания. Она была красоткой, и это его задело, была одета шик, причесочка, макияж. Спасибо большое. И ему это понравилось. Он сказал, хочу-ка я себе в жены красотку. И вот мы подходим с вами к теме немножечко красоты. И если я хочу, когда я готовила этот урок, я перекопала очень много материала и нашла в Талмуде Масехет Барахот, четвертая страница, очень странный рассказ. Я вам сейчас его приведу в пример, но я вас прошу, не стройте по этому рассказу какие-то свои домыслы. На него есть очень много комментариев, которые я не буду вам рассказывать, только для того, чтобы мы поняли, как наши мудрецы относятся к красоте. В общем, Раби Элиэзер очень плохо себя чувствовал, лежал уже на кровати, понимал, что это последние его дни. Написано дальше, что приходит к нему его друг, Раби Йоханнан, он открывает двери, там нету света, пыль, запах больного человека, лекарства, он открывает окна, падает свет на лицо Раби Йоханнана, и Раби Элиэзер начинает плакать. Раби Йоханнан понимает, что здесь происходит какой-то душевный переворот, наверное, человек до смерти начинает делать какие-то осознания того, что он сделал, что успел, что не успел, и он садится к нему на кровати, говорит, скажи мне, пожалуйста, почему ты платишь? Не потому ли, что ты думаешь, что ты не учил достаточно Тору за свою жизнь? Раби Элиэзер говорит, нет, всю свою жизнь сознательную я учил Тору, не пропуская ни минуты, я спал мало, ел мало, и все свое время уделял Торе. Так, может быть, ты платишь, потому что ты не стал достаточно богат, не заработал деньги, не женил детей, как надо, не купил им квартиру в центре Киева, Иерусалима, Лондона, не знаю где. И он говорит, нет, все, что мне Всевышний должен был дать, он мне дал, я отделял массы, как мы с вами учили на прошлом уроке, и Всевышний давал мне то, что мне положено. Он говорит, неужели ты плачешь за того, что ты похоронил своего сына? Не отвечай, посмотри, что у меня есть. Лондона достает из кармана кость, показывает и говорит, это кость десятого умершего у него ребенка. хочешь ли я тебе расскажу, что такое судьба, и как у Всевышнего велики планы, на всех и нам их не постичь. Нет, сказал Раби Йоханан, и не поэтому я плачу. Я плачу, потому что смотрю на твою невероятную красоту и понимаю, что она после твоей смерти будет погреблена под землю. на что наш терцисс Раби Йоханан делает так и говорит, ну да, прав ты, мой друг, прав, это стоит наших слез, и заплакали они вдвоем. Я вам обещаю, что на эту историю есть очень много комментариев, она не такая простая, как нам кажется, но отсюда мы видим, что даже наши мудрецы уделяли большое внимание красоте. Какой красоте? Вторая подсказка, я увидела другую историю в Талмуде, где написано, что если семья парня хочет посмотреть на состояние, увидеть состояние здоровья выбранной им невесты, они не могут ее отправить в лечебницу на полный осмотр. Написано в Талмуде, что они должны посмотреть ей в глаза. Если глаза белые, если глаза блестят, если глаза излучают энергию, знайте, что со всем организмом все в порядке. Глаза, зеркало души. Отсюда мы видим, что наши мудрецы, они да, видели иньян, суть в красоте. Почему? Потому что она всегда отражала внутреннюю красоту. И я с вами сейчас не говорю про пухлые губы, большие брови, я не знаю, распахнутые глаза. Я с вами говорю про неписанные вещи. Когда вы встречаетесь с человеком, и вы понимаете, что, наверное, он некрасив, наверное, он вообще далек от идеала, но вам настолько кайфово с ним, он настолько притягивает, настолько харизматичный, когда внешность человека, она проецирует то, что есть у человека внутри, и ты уже не обращаешь внимания на какие-то внешние его недостатки. Так вот, про Рахель написано, что она была красавица и телом, и лицом, и, соответственно, она была красавица душой. И поэтому понятно нам, почему Яков хотел ее уже внутренняя красота превыше всего. Сто процентов. Но, когда, спасибо вам, Светлана, но, когда мы выходим в наш идух, встречаемся с молодым человеком или девушкой с целью построить семью, первое, что нам говорят шатханы или мудрецы, или человек, который нам советует, нравится ли он тебе внешне, а прельщает ли он тебя, а хочется ли тебе его обнять, а приятно ли тебе на него смотреть. Конечно, внутренняя красота, она важнее, но встречают по одежке. И всем хочется жену-красавицу, и всем хочется накачанного, я не знаю, презентабельного мужа. Вашность, она важна. Не важнее, но важна. Извините. И сейчас, когда мы понимаем, что Рахель, она была идеальна во всем, мы увидели ее поступки, мы увидели ее внешнюю и внутреннюю красоту, мы опять можем задать вопрос, а почему Всевышний не дал Якову эту женщину в жены? Почему он постоянно ее отодвигал? Каждый шаг, который Яков делал на встречу Рахель, на два шага Рахель от него отходила назад. И мудрецы говорят невероятную вещь. Мамочка, привет, я рада, что ты зашла. Любой, в горьком ответ моя мамочка, моя гордость, моя любовь. Мамочку зовут Лея, и сейчас мы с вами поговорим тоже про Лею. И мам, спасибо, что ты зашла, мне очень приятно. Окей, все, я начинаю переживать. Если про Рахель написано, что она красавица, что написано у нас про Лею, мама, не пугайся, я сейчас все объясню, про Лею у нас написано, что она была некрасивая. Что некрасиво в ней было? Некрасивые были глаза. У нее настолько были некрасивые глаза, у нее не было ресниц, и тогда приводится эта история из Толмуда, что если ты хочешь посмотреть, какой человек, посмотри в глаза. Зачем на все поколения нам говорить, что Лея, она была некрасивая? Почему нельзя было просто сказать, что Рахель была красотка? И мы могли бы уже догадываться. Ну, если про нее сказано, что она красавица, значит, наверное, из этого выходит, что Лея была не такая. Но это бы были наши домыслы, никто бы никогда не доказал. А тут приходит Тора и говорит, что она была глаза у нее были вообще. Вот если бы у Лея был фейсбук, я вам обещаю, что у нее на аватарке вместо ее фотографии была бы, я не знаю, котик был бы изображен, или солнышко, или природа. Потому что некрасивая она была женщина, чего не скажешь о моей мамочке. Другими словами, Всевышний, когда отодвигает Рахель и приближает постоянно Якова в объятия Лею, он говорит, этот мир создан не для идеальных. Этот мир не создан для таких, как Рахель. Этот мир создан для таких, как Лея. Почему написано, что у нее были некрасивые глаза? Для того, чтобы показать, что эта женщина очень много в жизни плакала. Она не мирилась ни с чем, что было предначертано ей судьбой. Она с детства знала, что ее мужем будет Исаф. И она с детства видела, как ведет себя Исаф, как он убивает, как он прелюбодействует, как он уводит чужих жен, как он кушает. Она видела это все. И она не смирилась, она не покончила жизнь самоубийством, я не знаю, она не попала в больницу к психиатру с нашей первой истории. Она воевала, она старалась, она действовала, она верила в свою силу. И Всевышний говорит Яков, если бы ты был обычным Яковом Шнерсоном, Циммерманом, Пупкиным, я бы тебе дал выйти сжениться на самой красивой девочке класса. Но так как ты сейчас строишь еврейский народ, он должен понимать, что идеал мы не ищем. В этом неидеальном мире невозможно быть идеальным. Этот мир создан для таких, как Лея. И дальше мы видим, что на самом деле у идеальной Рахели рождаются идеальные дети. Два ребёнка всего успела родить Рахель. Это первый Йосеф, и мы с вами уже говорили, когда изучали недельную главу Ноах, что только два человека во всей Торе Тора на Вием и Ктувим во всём Танахе названы Цадик, праведник. Это Ноах и это Йосеф, Йосефа Цадик. Идеальная Рахель родила идеального сына. И в последний день своей жизни она умерла при родах, она рожает Биньямина, и Биньямина вообще превосходит своими качествами и внешностью всех предыдущих представителей человеческого рода, потому что Биньямин сказано в Талмуде, что это один из четырёх людей, который не должен был умереть только потому, что был грех Адама, и мы все за него несем ответственность, Биньямин умер. Но если бы не грех Адама, мы бы с вами знали, что Биньямин живёт в Иерусалиме на улице Пушкина 12. Он бы не умер. И мы видим, что два ребёнка, которых родила идеальная Рахель, они представляют собой идеальных представителей человечества. Но что? Мы понимаем, что не всё в мире так просто. И что, конечно, очень легко тем людям, которые уже родились в богатой семье, с идеальной внешностью, перед которыми расстилается красная дорожка, и у них получается всё, что они делают. Есть такие люди, уверен, что у каждого из вас есть такой человек, человек, который, ну блин, ну вот, ну всё, чтобы он не сделал, он из этого делает золотую монету, и дети, и муж, и семья, и бизнес, и всё у них процветает. Всевышний говорит, это не пример. Не может быть в мире такого. Посмотрите на Лею. И на самом деле мы видим, что неидеальная Лея рожает неидеальных детей. Она рожает Ирована, который очень легко воспламеняем, она рожает Шимона, который, если перевести его в наши дни, это школьник, который, который, родители которого вызывают к директору, который разбивает окна, который идёт девочек за косички. В принципе, приводится, что каждый её ребёнок имеет в себе качества, с которыми он должен бороться. Неидеальная Лея рожает неидеальных детей. Ну что? Всевышний говорит именно для таких, как Лея, я дал этот мир. И именно поэтому ваша математика изначально была неверна. Когда вы узнали, что от вас произойдёт двенадцать колен Израиля, оглянулись и увидели, что у Якова четыре жены, поделили двенадцать на четыре и поняли, что каждая из вас принесёт в этот мир по три представителя еврейского народа, от Леи произошло шесть из двенадцати детей. Потому что Всевышний на протяжении всей истории показывает нам, я хочу, чтобы еврейский народ был от Лея. Почему? Потому что настолько, насколько Лея умела перебороть свой страх, достичь желаемого, не испугаться падения, а подняться и пойти дальше, она этому всему научила и своих детей. И самую, мне кажется, такую вот яркую историю я бы вам хотела привести, потому что, на мой взгляд, если бы она случилась сейчас, никто бы не поступил так же. Один из её сыновей, Еуда, у него было три сына. И у первого сына была жена Тамар, и вот этот сын не успел от Тамар, чтобы у них были общие дети, он скончался, и по закону она должна была стать женой второго сына для того, чтобы у неё да, правильно, спасибо, Дина, для того, чтобы у неё в этой семье появились дети. Не успевает она выйти замуж за второго сына Еуды, и он тоже умирает. Тут Еуда оборачивается и понимает, что его пятилетний мальчик, когда дойдёт до возраста бармитства и можно будет его уже передать Тамар, он его не отпустит. в этой женщине проблема и когда на самом деле приходит возраст, что младший сын должен был уже перейти к Тамаре, она видит, что ей не добирают, она понимает, что она должна пойти на такие вот меры ненормальные. Мы не будем сейчас с вами залазить глубоко в эту историю, на каждое продолжение этой истории есть логические объяснения, просто я не могу сейчас всё с вами охватить. Она переодевается в одежды, представляется блудницей, Еуда проводит с ней ночь и у него по дороге не было денег, ему заплатили, ей заплатите, поэтому он оставляет ей какие-то вещи, принадлежащие ему и вообще забывает про эту историю. И вот через три месяца все начинают шептаться, а потом уже даже не шепчутся, а говорят это при всех. Тамара блудница, Тамара забеременела, посмотреть у неё виден живот, она не дождалась третьего сына, она ему изменила и начали про неё говорить страшные вещи. Весь народ побежал к главному равину города, которым являлся Еуда, и рассказали ему, что его невестка такое себе позволяет, и он судит её на сожжение на главной площади. Тамара молчит, она продаёт свои вещи, она продаёт свой дом, она прощается со всеми друзьями, и когда её ведут уже к этой площади, она просит такси остановиться и говорит, передайте, пожалуйста, этот пакетик Еуде. И когда он открывает этот пакетик и видит свои вещи, он понимает, что вообще произошло, и на что пошла эта женщина для того, чтобы от этой семьи пошло продолжение через неё. И у него было два выбора. Первый выбор это одеть наушники, включить в себя какую-то музыку, принять снотворное, посчитать до трехсот, я не знаю, овечек, сделать что-то, чтобы наконец-то Тамару погубили, сожгли, она увела этот секрет с собой в могилу, и об этом бы никто не узнал. Но Иуда поступает совершенно по-другому и в нашем понимании чересчур правильно. Он срывается со своего места, он бежит к главной площади крича, она правее меня, она правее, на ивритет красивее звучит, я не нашла правильных слов перевести это на русский, цатка и мемене, она правее, она была правдивее, чем я. Что такого важного несут в себе эти слова? Если бы он сказал она права, она права, то он бы мог придумать какое-то объяснение, чтобы не подставлять себя. На самом деле она от моего сына забеременела, на самом деле это у нее опухоль в животе, она вообще не беременна, то есть можно было придумать какие-то объяснения, почему он не сжигает Тамару и дарует ей жизнь, не губя себя. Но вот эти вот слова мемене от меня они самые главные, потому что он сказал я виноват, я в этой истории виноват, и это первый раз, когда мужчина берет на себя такую ответственность. Помните, когда мы с вами разбирали первую главу Берешита, мы с вами говорили про поведение Адама, когда Всевышний пришел к нему и сказал, съел плод от дерева ты, и он сказал, я, это жена, которую ты мне отдал, дала мне этот плод. Вы понимаете, как он переворачивает ответственность, что это вообще женщина виновата, а если ты думаешь, что она не виновата, так это сам Всевышний ты виноват, что дал мне такую женщину, которая дала мне, в общем, он начинает думать, как выйти из этой ситуации сухим. Иуда вообще ни на секунду не думает. Он подставляет себя, свою репутацию, свою семью, свою должность и говорит, она была права. Откуда у него эти силы? Ведь если я у кого-то из вас спрошу, кто бы поступил так, как Иуда, я не знаю, я сужу по себе, я бы так не поступила. Я бы выкрутила это, я бы не дала ей умереть, но я бы как сказать, что ты был с блудницей, которая является потенциальной женой твоего младшего сына, это же вообще ни на какие рамки не налазит. Он встает это и делает. Почему? Потому что он сын Лея, потому что он с детства научен, что никакие ошибки не являются невозможными к исправлению, что нету ни одного падения, после которого мы не можем встать, что нету никакой проблемы, которую мы можем не решить, что нету никакого поступка, который мы не можем попросить за него прощения и исправить. И этому всему научила их Лея и соответственно научила всех нас и весь еврейский народ все это время переживал Холокост, переживал войны, переживал нападения, переживал ущемления только потому, что наша праматерь Лея воспитала в нас это качество. И когда мы с вами доходим до конца и смотрим постфактум на жизнь Лея, мы понимаем, что она получила все. Из 12 детей ее 6. Она воспитывает все 12 детей, потому что Рахель, мы сказали, рано умирает, а те две жены, они не были, они рожали, они не были замешаны в воспитании. Она воспитывает весь еврейский народ. И от нее происходят Моше, Аэрон, Коины, Левиты, все царство, все цари происходят от Леи, самое главное от Леи происходит Мошех. Постфактум, когда мы смотрим на жизнь Леи, мы понимаем, что она была очень сложная, что у нее было миллион поводов плакать, миллион поводов опустить руки, миллион поводов сказать, я сдаюсь, я больше не могу, но она это не сделала, и в конце ее жизнь была намного более достойная, востребованная, стоящая, чем даже она сама могла того ожидать. И в конце то, что мы уже с вами упомянули, но мне кажется, что в свете того, что я вам сказала на эту ситуацию, мы сейчас посмотрим немножко с другой стороны. Когда мы сказали, что Яков похоронен Несрахей, они были в Египте, и когда Яков чувствовал, что он умирает, он попросил за... как-то сказал своим детям, вы должны похоронить меня в Израиле, в той пещере, где похоронен Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и там, где похоронена моя Лея. В конце жизни он понял, что все может быть по жизни, что лучше всего прожить с идеальным человеком, родить идеальных детей, радоваться их оценкам, я не знаю, без репетиторов поступать в самые крутые вузы, и вот жить такой идеальной жизнью, он этого хотел, но в конце он понял, что Всевышний был прав, и в конце он получил то, о чем он даже не мечтал. На смертном адре, когда он лежал, спасибо большое, вокруг него стояли все 12 детей. этого не было у Авраама, из двух детей один был безбашенный и только второй праведник, у Ицхака из двух детей был один Лашмандей и второй праведник, и только у Якова из 12 детей полное попадание, и все 12 стоят, и когда Яков пытается их проверить, все ли идут правильной дорогой, и не слеп ли он к своим детям, как был Ицхак, который не обращал внимания на проступки Исава, он спросил, верите ли вы во Всевышнего, и они все сказали, конечно можно, конечно можно, и они все сказали, шма Исраэль, ашем алу кей но ашем и хат, слушай Израэль, второе имя Якова было Исраэль, слушай Исраэль, Всевышний Он один, Господь Бог наш, и это молитва, которую мы с вами говорим, ложась и вставая на протяжении уже стольких тысяч лет в конце он понял, что все, что он надеялся в жизни, все, что он искал в жизни, это все было не так. Не важно какой человек, в какой семье он вырос, в каком материальном положении он сейчас находится, какие люди его окружают, в какой стране он сейчас находится, это все не важно. Важно помнить, что мы произошли от человека, который научил нас не обращать внимания на падение, не обращать внимания на проблемы, не обращать, я имею ввиду, что видеть, что у нас есть внутри потенциал и силы подняться, бороться и идти дальше. И именно для таких, как мы, создан этот мир. Именно поэтому Всевышний так, я бы сказала, чопорно толкает Лею во всю эту историю, потому что он хочет сказать, вы не идеальные, вы будете падать, вы будете страдать, у вас будут проблемы, но что, я хочу, чтобы вы посмотрели, что я для вас создал этот мир, что вы сможете подняться, что я обещаю, я не дам вам ни одну проблему, которая будет сильнее ваших сил, чтобы выдержать ее. И это то, что мы сейчас, как Лея, должны научиться передавать своим детям. те, у кого есть дети. Насколько вы видите такие ситуации, когда, например, вы с мужем повздорили, поссорились, дети были этому свидетеля, а потом вы уходите в другую комнату и тихонечко, или не знаю, там по вутсаку меритесь. Что дети видят? Дети видят, что мама с папой поссорились, а потом непонятно, как поберелись. Они не знают, как приходить к миру, они не знают, как разговаривать. Они видят, что у мамы упала тарелка, и она начинает кричать, сколько можно, сколько тарелок, уйдите, уже уберите. И они видят, что мама при любой сложности начинает плакать, кричать, расстраиваться, и не видят, что в принципе эту проблему можно решить тем, что мы купим новую тарелку. Как часто мы показываем детям наши нервы, наши переживания, даже когда мы говорим с подругой по телефону, и говорим как, я не знаю, работу потеряли, с подругой поссорились, дети понимают, что мы живем в проблемах, и это нормально. Мы так же, как и Лея, растим детей, которые должны понимать, что этот мир не идеальный, и люди вокруг нас не идеальны, и условия, в которых мы выросли, тоже не идеальны, но что мы должны им транслировать, что ничего страшного, любую оценку можно исправить, и любую ссору можно соединить, любую тарелку можно склеить, и на худой конец купить новую, которая будет еще красивее, чем старая. И это, к сожалению, мы очень часто забываем делать, думая, что дети не видят, а только слышат нас. И вот то, что сказала моя любимая мамочка недавно в Фейсбуке, может, вы видели, был такой ролик по воспитанию детей, когда мужчина показывал свой указательный палец, и говорил, покажите мне средний палец, покажите средний палец, покажите средний палец, и все в зале начали показывать так же, как и он, большой палец. Почему? Потому что дети, они не слышат нас, они видят, что мы делаем и повторяют за нами. Поэтому я желаю каждому из вас знать, какие силы у нас есть, какой потенциал Всевышний нам дал, насколько он любит таких неидеальных людей, как мы, и насколько он радуется каждому нашему подъему, каждому нашему борьбе и каждой нашей победе. Я не отпускаю палец, ставьте лайк, делитесь этим уроком с другими, чтобы тоже они могли послушать и, может быть, что-то новое из себя взять. И, конечно же, каждый, кто прослушает с вашего репоста, это будет ваша и только ваша заслуга. Желаю вам много сил, шаббат шалом, спасибо, что вы были со мной, дай бог, до следующей недели. Здоровья и благословения!